Добрый день! Не против, если будем мы разговаривать на русском языке? Так, так. Ну, если вы понимаете украинскую мову, я могу оставить на украинский или перейти на русский. Мне лучше на русский, будет легче разговаривать. Аудитория, я понял. Можете представиться? Я знаю ваше позывное имя по-позывному. Я думаю, что всем лицо, кто знает, то знает и ваше позывное, но все равно представиться. Позывной Мангуст майор Калиберда Сергей Володимирович. Зараз являюсь командиром 3-го батальона 12-й бригады Азов. Вы та бригада, которая была в Мариуполе? Да. Вышли из плена, встали в строй, набрали личный состав, подготовили и вышли на фронт. Как вы оказались в Азове, скажем, предисторически? Изначально попал в другое подразделение. Сначала был в Донбасс, потом батальон Крым, который был сформирован юридически. И потом нам предложили перейти в Золотые ворота. На протяжении года, чуть больше года, год и три месяца, побывши там, поднялись группой, что работа... То есть командиры не дают работать эффективно, как бы мы хотели. И в то время уже друзья были, в то время батальон Азов. И мы своей группой, там 16 человек, перевелись в батальон Азов в роту, тогда еще в РДЧ. Это рота специального назначения. Так, рота специального назначения, это побольше разведка? Это разведка, да. И вы заходили в тыл противника? Ну, как это выглядело, скажем, какие задачи вы выполняли? В основном мы выполняли задачи. Это контрснайперские действия и контр диверсионные действия. То есть нахождение, где могут пройти противник своей разведкой. И там, как по-русски, заблокировать как раз разведывательные группы. Сами неоднократно выходили тоже в тыл, заходили, отрабатывали или брали пленных и выходили обратно. Мне хорошо запомнилась Азовская операция, широко скажем. Самая большая, я думаю, первая нашумевшая большая операция Азовцев была. Вы уже находились в Азове или пока в Донбассе были? Нет, я как раз в то время находился еще в подразделении Золотые ворота. Мы пришли буквально осенью, когда уже эта операция закончилась. Тогда с какого года вы в Азове? С 15-го года. С 15-го года, это большой опыт, скажем. Да, опыт есть. И как понимаю, по вашей биографии, по большинству вы работали по разведке, скажем. Да, это мой любимый основной профиль. Здесь есть момент для маневра, есть момент для развития, для хитрости, ловкости. То есть тут многие факторы включают, которые в других подразделениях невозможно это применить. Когда вы оказались в Мариуполе, скажем, когда был уже окружен Мариуполь с того момента? Вы тоже были разведки? Я изначально пришел сразу в батальон Азов, потом в полк Азов уже командиром группы. То есть я привел с собой группу из 15 человек. И наша группа сформировалась как боевая единица разведгруппы. И я являлся командиром до последнего времени, вплоть до плена в Мариуполе. То есть был командир 1-й разведгруппы полковой разведки Азов. Хорошо. 24-го начинается война, скажем. Большая война. Война у вас с 14-го года, мы все знаем. Где вы были, чем занимались то утро или уже были готовы? Потому что разведка все равно знает некоторые нюансы раньше, чем проходит по общим каналам. Ну, мы больше, можно сказать, полевая разведка. Потому что есть разведка у нас другая, которая информационная. Нам сообщали, что действительно возможный прорыв. В моем случае, я тогда еще добавил, что это возможно еще через Приднестровье. В моем случае, я тогда еще добавил, что это возможно через Приднестровье. Командироплан полностью осуществился. Я говорю, ну вот, меня только, слава Богу, не включилось сюда Приднестровье. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, как Молдава, нам хотелось бы все-таки Молдавию свою забрать, очистить это. Это был бы реальный шанс и шаг, чтобы страна стала единой. А не так, как она ее разделили красиво и там удерживали в этом моменте. Где я находился? Конечно, мы находились все в подразделении. Уже были готовы рюкзаки, всевозможные эшелонирования. И, ну, понятное дело, нас разбудили взрывы. Я сразу позвонил жене, сказал, что там работаем по плану, который мы запланировали. У нас было два варианта. Ну, и там отзвонился маме, все хорошо. И сразу с группой начали выгружаться и загружаться в бронетранспорт. И выезжать в Мариуполь по командованию Редиса. Вот как вы сам военный говорите, позвонил жене, будем работать по первому или второму варианту. Это все хорошо. Что вы рекомендовали, допустим, потому что у нас в Литве тоже, ну, скажем, сегодня спокойно. Но это может быть. Вот что рекомендовали для гражданских? Чего приготовиться? К чему приготовиться? Или что заготовить заранее, чтобы... Вот, план первый, я делаю это, скажем. Ну, у нас был план по цифрам, это куда она должна выдвинуться, какие ставить пометки. Ну, это больше там семьи разведчика, то есть это такое больше оперативная работа и конспиративная. То есть мы обозначали, потому что я понимал, что связи может не быть. Ну, догадывался, она была, в принципе, сейчас есть. Ну, вот максимально, что может быть, это просто уже там надписи на стенах, на мостах по передвижению, куда семья может выехать. В общем, гражданским, что можно сказать? Конечно, это запасаться водой, продуктами, которые долго, как мы говорим, долгоиграющие. Это классно, когда есть, куда тянуться от больших городов или в частный сектор, или вообще переместиться в другую страну подальше, где страна более вооружена и может действительно дать отпор. Какая ситуация в Литве, я не готов сказать, знаю, что там есть база натовская, но, честно, логически понимаю, что не так она оперативно может сработать по времени, я имею в виду другие регионы, чтобы помочь Литве полностью заблокировать, не дать возможность пересечь этих 400-500 километров от границы до моря, например. Ваши линии, если не ошибаюсь, были где-то за Широкином первые линии столкновения. Да, то есть там как раз стояла 36-я бригада, которая потом и была в Мариуполе. Ну, там разные подразделения стояли уже от моря и дальше там в сторону Бахмата или Волновахи той же. Но вот этот раскол маленьких подразделений как раз и вредит обороне. Потому что чем больше основная бригада стоит, это эффективность, это управление, это огневая защита. То есть это как раз, ну, вот есть то, что управление, командование оперативно может отреагировать. Сколько времени заняло, пока дошли до Мариуполя? Потому что они быстро там проходили, до Мариуполя. Приблизительно. Время заняло это немного, ну, по нашим меркам тогда, но мы когда заехали в Мариуполь, там, получили некоторые задания, там, выполнили, получили, там, раненых убитых. И потом наша задача была как раз, это разведка с юга, со стороны Бердянска, о информации о противнике, перемещении противника, там, блокировки его, то, что там, чем мы и занимались. Так вы в Бердянске по большинству работали? Насколько я помню, потому что у нас там был один человек застягивал, то я насколько помню, что азовцы работали в Бердянске? Или я ошибаюсь? Я говорю про свою разведроту, которую точно знаю, что она там не была. Мы были там максимум, это до Урзуфа, где наша база находилась, и уже там просто есть высоты. Мы с той стороны как раз контролировали, там, перемещение по, с линии моря и там по правому флангу. Какая, какая дистанция приблизительно от Широкино до Мариуполя? Сколько километров? Около там 15-20, вот так вот. Так они очень быстро до Мариуполя добрались, как я понимаю. То я бы не сказал, что это очень быстро. Проблема как раз была, ну это, если я не ошибаюсь, но это было около там чуть ли не недели. Ну недели, это мы говорим, когда полностью 36-я бригада зашла, там 4-5 дней. Проблематика, наверное, заключается в том, что у нас раньше были вторая линия обороны. Ну, большой привет передать как раз мэру Мариуполя, который эти сооружения как раз уничтожал. То есть он засыпал, еще какие-то моменты были, какие-то политические моменты давления на военное управление в Мариуполе. И вот откатываться толком не было на вторые позиции. Это очень проблематично, да. Когда уже ты оказался в населенном пункте, это легче. То есть есть уже здание всевозможное, то есть ты можешь как-то там закрепиться. А в поле, когда нет второй линии, ты реально только откатываешься, где ты можешь закрепиться и держать оборону. Я помню эту линию. Одну из позиций, то захист широк, с горы там налево и было там. Было, то да. Если нет позиции, это у тебя уже проблема. Тем более у нас проблематика была, это ПВО и опять же их самолеты, которые штурмовали, разведывали, артиллерия хорошо работала, корабельная артиллерия работала. То есть там масштабно так нас с двух сторон нормально крепили. И потихоньку пехота как раз отходила на заданные рубежи или просто отходила, где можно крепиться. А сам город, насколько был укреплён в Мариуполе? Вы готовились или сходу это делали, скажем, ну сходу получается? Да. Мариуполь точно не был укреплён никакими сооружениями, ни ежами. Это было всё натяжки от него, от километра и далее. Город процветал, строился, развивался. И очень было классно видеть его, когда ты заехал его в 15-м году. И ты помнишь его в конце 21-го года, когда люди встречали Новый год. Действительно, это было красиво. И в этом плане реально город очень сильно развился. Как парками, как аллеями, как строительством новых дорог, разных магазинов. То есть реально город развивался. Это было очень классно. И приятно было видеть его. У меня там семья приезжала каждый год летом. И ты завозишь в Мариуполе, и они так, о, вот это новенький парк или новенькая какая-то аллея. То есть они были очень сильно удивлены, что так сильно развивается город. В Киеве это уже не так сильно видно. С этим сложнее. Насыщенность очень большая, наверное. Или проблематичность землёй, не знаю. Но вот по Мариуполе очень хорошо было видно это. Я помню в 15-м году серый город. Реально он такой серый был город. Когда я после этого я не заезжал, то хотелось бы как раз, планировал в тот год заехать. То вот война всё поменяла. Вы попали в плен. Ну, держали город, скажем, сколько смогли, вас взяли. Вы выезжаете из города. Вас в закрытых машинах вывозили или открыто? Нет. Нас вывозили на автобусах. Ну, там, не говорили там, типа, пуси голову или ещё что-то. Мы нас вывозили и в какой-то момент мы, ну, везли как раз той частью города, где находилась 36-я бригада. И вот, хотя у нас охрана была, но в автобусе там по 2-3 человека нерусской национальности. И мы были удивлены, что вот в той части город был практически цел. Я поразился, когда увидел, что на окнах, то есть, ну, точнее, на зданиях есть целые окна. Я помню, вот, наши, ну, вот, нашу территорию, там, где мы оборонялись, там, за каждый угол дома, не то, что там за каждый дом. Ну, и нас выбивали, там, выдавливали, там, газами, там, огнём. И мы вот максимально держались. И смотришь, здесь целое, реально целое здание, не горевшие, а целые окна. И вот мы там обсуждали, когда ехали там, ну, со своими людьми, как можно так воевать, что вот, ну, реально дома остались целыми. Ну, просто проставил какой-то, ну, какой-то фланг реально был, блин, мягко сказать, чтобы не матюкаться, блин. Фух, вот брошен, действительно, быстро так сдан, что вот, действительно, мы намного дольше бы оборонялись, ну, когда вот один из флангов, там, из четвёрки, одна четвёртая часть выпадает, понятно, тебя начинает сдавливать и сжимать в середину. То есть, ты самостоятельно отходишь, потому что ты открываешь какой-то из флангов, и это очень опасно для того, чтобы не попасть в маленькое окружение. Это действительно, ну, не, блин, небезопасно, опасно. Я понимаю, это был мой следующий вопрос про Марьюполь, как вы, поэтому и задал этот вопрос. То, если не провалились некоторые фланги, был город готов в обороне полностью, то ещё вы держались, как я понимаю, по вашему мнению. Да. И с продуктами более-менее, и гражданским помогали. И, ну, мы долго бы... Я понимаю, что стратегически, сейчас смотришь это как на историю, ну, да, мы продержались бы, там, может быть, в два раза больше, там, не знаю, на 30 дней больше, 40. Тут не имеет значения цифр, всё равно неизбежно нам, там, большая земля не могла прорваться, потому что большая территория была уже забрана. Ну, мы максимально держались, сколько могли, действительно. Вопрос, потому что, я думаю, всё равно, вы обсуждали некоторые варианты тактические. Я знаю, что была возможность открытое окно, когда можно было выходить. Ну, не последний момент. Не пробовали думать об этой ситуации, чтобы выходить. Я не говорю, что последнего момента, так, ну, что держать крепость до смерти, ну, по-военному делу, мы понимаем, что это не обсуждалось. Ну, попросту мысль не... Вы знаете, может, в каких-то подразделениях это было, но я не хочу сказать, что я там зашторенный военный, что я там только по уставу или ещё что-то. Меня там многое возмущает всё, но в тот момент... Вот какие чувства, вот это я хочу понять, потому что каждый может оказаться в обороне. Ты читаешь информацию про Вторую мировую войну, как выходили из окружения, но и сейчас некоторые части бывают и выходят, пробуют выходить. То поэтому я говорю, что вот мысли такие были, или уже было всё, мы до конца будем стоять и... Ну, тут куча было этапов, несколько их было, это как изначально, если ты говоришь про окно, да, то есть оно ещё было окно, можно было выйти по Запорожской трассе, ещё была возможность, потому что там ещё не сильно так поджали с Бердянска, с Волновакьи так пробились, но мыслей не было таких, и ты не слышал там каких-то таких команд, что там нужно это делать, то выпускались гражданские, они уезжали, там звонили, говорят, да, мы нормально проехали, ещё никого нет, там Корт пытался вывозить гражданских, там уже попал в какой-то момент на засаду. Мы действительно об этом не думали, говорю, может кто-то про это думал, у меня в подразделении, вот, может быть от того, что было много работы, но мы о том не думали, были там слухи, там некоторые даже пытались уйти или уходили, там пытались сбежать города, потом их выкладывали противник на своих сайтах и показывал, что их уничтожили. Ну, так вот, мыслей действительно не было, были такие моменты, что кто-то подходил, там предлагал там уйти, там, я говорю, нет, пока я от Редиса не услышу там добро или наказу, что там малыми группами выходим, я даже не рыпнусь, то есть я дезертиром точно не буду. И момент такой, что ты когда это слышишь, ты удивляешься, куда, куда вы ломитесь, ну вот реально, это лучше держаться здесь, я понимаю, что это может быть ненадолго, но лучше держаться вместе группой, вместе там подразделением той же оборонительной силой, которую собрал Редис и удерживать город, удерживаться там, бороться там, можно сказать, до последнего. И вот этот момент как раз, когда ты слышишь, что кто-то пытается это сделать и слышишь неудачи, ты такой, о, то есть ты как для себя говоришь, ну, даже нечего об этом и думать, то есть реально это, ну, неосуществимо, хотя ты понимаешь, что ты долго время провел разведки, ты, ну, там, с группами занимался, там, марш-бросками, там, ну, куча вариантов мы отрабатывали этих всех, там, как, там, закладки, там, ну, вот какие-то моменты такие, что, как оперативник ты работал, как разведчик, люди научены, и они могут действительно это сделать, но так как не было вообще, ну, даже намека на команду или на озвучение, ты тоже это не думал, и вот я считаю, что, ну, мы сделали правильно, когда закрылись на завстали и максимально давали по зубам, чтобы, ну, да, в какой-то момент они там зашлись на каких-то территориях, но все равно центральная часть, вот вся, она держалась очень плотно, и это вот, ну, там, когда я слышал, там, Путин говорит, ну, не надо, типа, ломиться туда, мол, бережите личный состав, хотя я думал, кто, вот он говорит, или Россия говорит, сберечь сейчас, ну, там, личный состав, мы просто улыбались, потому что, ну, видели, как их, ну, как мясо кидали, было очень странно, вот, видеть, когда, там, то есть в этой форме, без бронежилетов, в советских этих касках идут, там, 20-30 человек, просто для того, чтобы выявить огневые наши рубежи, их вместе с ними накрывала ихняя артиллерия, там, или танки, и мы такие, потом, тактику уже поняли, что, если они вступают, мы за ними идем, то есть, если они гибнут, мы просто назад отступаем, мы потом подходим, когда это заканчивается, и вот это вот, такой маневр, шаг вперед, два назад, или, наоборот, два шага за ним, то есть, к ним, то есть, или удаление дистанции, или, наоборот, сокращение дистанции, это как раз вот и спасало нас от того, что артиллерия работала не туда, Ну, то есть мы были там, видим, что они отошли, мы раз быстренько за ними, блин, работаем с ними, чтобы они нигде не задержались там, ну, не начали там огневой контакт, блин, и просто быстренько перемещаемся. И вот противник, вот многие моменты, когда ты видишь, что с кучи мясо бросают из-за того, что просто найти точки там огневые, ты понимаешь, насколько вот им пофиг на это все. Это мясо. Мясо, вот реально, мы вот это грибки говорили, грибки идут, ну, понятно, сейчас, ну, там, будем маневрировать. Я видел, тоже следил в тот момент видео, которое вы выбрасывали в городских боях, сколько долго техника прожила, потому что мне понравился некоторый момент, когда, не помню, Бэха или кто-то там отрабатывал, тактически реально я говорю, что выехала, там танчик стоял, бам-бам, выехала, вот этот маневры, понятно было, что вы работаете уже не по советской тактике, которая по книжкам написана. Откуда эти навыки, кто передавал, потому что Азов сформировался, я знаю, с 14-го года там был, и уже он Азов, как бы сказать, то вот, ну, ты видишь, боевые эти задачи, как выполнялись. Вы знаете, я как раз хочу сказать, что это было реально в крови, то есть, тут сплоченность в каком плане, что ты видишь технику, там, ну, сколько раз было такое, что нас бросали, как, уже не использовали как разведчиков, а использовали как группу вогневого уражения, там, против техники. И ты там выдвинулся где-то, увидел технику, ты там сообщаешь своим БТРам, что там, вот они так-то, так-то стоят, надо зайти оттуда-то, оттуда-то. Даешь пехоту, чтобы ее нормально прикрыть, чтобы она проследила, чтобы никого не было. Они отработали с одной стороны, они только развернулись в ту сторону, ты там напускал НЛАВами или РПГшками. То есть, вот это раздергивание, оно как раз вот говорит о том, что они думали зайти парадным шагом. И когда вот, вот самое интересное, что ты буквально там за день, за два, максимум за неделю уничтожаешь подразделение, и это подразделение не успело передать, как мы воюем. И вот этот момент, когда ты так же работаешь с другими. То есть, они приходят, ты их там стер, там, не знаю, там, ну, почти на весь процент, там, не знаю, там осталось какое-то командование, хотя и командование, там, генералы убивали, полковников, потому что они там, ну, не знаю, как они работали, но вот приходилось так, что ты уничтожаешь там плюс, ну, максимум до 10 процентов, остается кого-то личного встава, и они не успевают передавать информацию, и ты так даже продолжаешь действовать и с ними. А по поводу наших работ БТР, в основном это является тройка-четверка Буцефал, ну, реально там вот с нашего подразделения был пацаны, когда вот эти знаменитые видео показывали, это был совместный экипаж НГУ, я не помню, какая-то часть была, то ли 3011, не буду говорить сейчас лучше про части, знаю, что он был прикомандирован к нам, и другой был тоже с другого подразделения, мехвод, они делали чудеса. Я видел, ты, я говорю, что там. Это перлы, это вот история, ну, вот когда мы уже встретились на бункере, уже, ну, нормально можно было разговаривать, потому что я был ранен, они тоже были ранены, ну, не все там, и я говорю, вы знаете, вы реально, вы заслуживаете на героя Украины, вот просто вот настолько красавцы, настолько безбашенные, настолько мужики с большими яйцами, которые вот, ну, я видел видео, я видел, как они работают вживую, ну, реально красавцы. Я, да, это тоже, я эти видео мы просматривали, там тоже пацаны видели, как, откуда мужик, нет, слышишь, что нет амуниции, выходит за стенку, забрасывает гранатами, то, ну, как это, откуда это все, потому что... Многие моменты, как раз, ну, вот, и мы работали также на характере, ну, просто мы учились разным методам войны, а самое главное, это ты, что был подготовлен, как военный, умел стрелять, использовать разные виды вооружения, и быть адекватным к управлению, то есть, своих командиров. Если тебе, ну, там, группа, руководишь группой, ты понимаешь, что они точно это сделают, ты знаешь их, не каждого, каждого человека, ты знаешь, на что он способен, что он умеет. У каждого был дополнительные, там, возможности, не то, что возможности, способности, что-то делать еще лучше, то есть, хорошо, ты, как разведчик, ты наблюдаешь, ты летаешь на БПЛА, ты, там, пользуешься АГСом, ПТРК запускаешь, то есть, ну, вот, многоплановость, она, как раз, универсальна тем, что, когда ты знаешь, на что способно твое подразделение, ты, вот, как пластилин просто слепил в одну момент, там, стрелу, раз, мы где-то пробили, слепил кулак, мы, раз, где-то удержали, там, лопанули, то есть, ну, такие моменты, когда, ну, это круто получается, я, когда, мы, если не ошибаюсь, 2-3 ночи минировали, ну, там, поля, подход к Мариуполю, у нас там камера стояла дневная, ну, она днем такой работала, ночью плохо работала, мы выходили, мы ставили, ну, мины, так, ну, не просто, знаете, как глупо, как обычно, если там ставят, там, засыпали, там, 300 мин, у нас на тот момент было, если не ошибаюсь, 17 мин, то, что нам дали, вот, то, что у нас было, мы настолько их выставили, то есть, пришли, посмотрели, где колея, куда они могут пойти, там, ставили в лужи, где они могут, там, в пакеты заматывали, там, в шины ставили, чтобы не видно было, ну, водителю, чтобы понимать, ну, как, как он может наехать, и мы, там, ну, прошло время, там, пошла атака, нам, там, по рации сообщают, там, из, с подрыва, вот, что осталось, именно, не то, что, там, забтурили, или, там, рта попала, именно с подрыва бронетехники, 9 бронетехник стоит на подрывах, я такой, ого, я потом сразу пошел к этому, к главному саперу бригадному, говорю, ну, вот, у нас было 17, ты нам дал, мы 9 подбили, он, я не знаю, почему он полез в калькулятор, такой, раз, а, он такой, говорит, да это нифига себе проценты, я говорю, а что значит процент, ну, вообще, минный, по минам выставляешь, это 0,2 процента срабатывания, это хорошо, я такой, 17, 9, он сразу раз, там, 62 процента, я такой, 60, вот, то есть, ну, он говорит, реально, это круто, то есть, просто, когда ты логически понимаешь противника, как он может пойти, выставляешь на него ловушки, ну, вот, это реально работает, не хаотично раскидать, там, мы все сделали, все развернулись, нет, ты хочешь максимально уничтожить, и это, как раз я говорю, что есть, мужика, яйца там крепкие, а желание это сделать, и, вот, жажда больше уничтожить противника, чтобы его осталось меньше. Как понимаю, это, скажем, мы называем щит и меч, щит останавливает меч, городском бою бьет, это правда? Да, это есть так. Это работает? Это работает, и мы в тот момент, ну, наверное, уже через недели-две, ну, как поработали сначала в районе, возле Мариуполя, потом уже на начале Мариуполя, ну, подход, мы уже перешли в тот момент, когда уже враг зашел в город, или, там, на окрестностях города, как мы тоже работали, я группу свою разделил на дневную и ночную, и мы ночью просто заходились, там, с тепляками, с ночниками, просто их, ну, я не скажу, кошмарили, просто, ну, уничтожали, потому что, если у кого-то был ночник, то это, спосрежнее, наблюдение, и, понятное дело, ты его ночью снимаешь далеко на дистанции, там, 100-200 метров, чтобы даже не слышно было ни стрельбы, ничего такого, то есть просто используешь нормальный патрон, хлопнул его, и там все остальные просто остались без глаз, без ничего, и ты, ну, как, не знаю, как куропаток, их расстреливаешь. Неоднократно это было, блин, и самое интересное, что враг все равно не смог ничего потом сделать. Да, мы встречали, там, и ГРУшников, которые также ночью отработали удачно, там, если не ошибаюсь, около 17 ГРУшников тогда отработали ночью, на известной пятиэтажке, куда они заскочили под завод, вот, как раз рота разведки, вот, было три группы, там, командир замком роты Выбун, там, оставил меня старшим за этих, за третьей группой, и мы ночью как раз очень круто отработали это. Это было приятно, это было настолько круто, что ты элитные войска просто, ну, реально практически уничтожил. Мы не пошли дальше на штурм, мы просто тянулись, пехота закрепилась, и потом, когда они вывозили, там, там, кого-то подбили, не подбили, но мне главное было, чтобы спасти личный состав, чтобы он дальше ночью продолжал работать. Можно было штурмовать, но, понимая, кто это, а я немножко знаю их, потому что, ну, я там служил в Российской Америке, то есть я перешел, служил, попал служить сразу в Советском Союзе, был раскол, и я постался служить, там, в дивизии Дзержинского, там, где спецназ «Витязь», и я знаю, как они штурмуют, как они научились, там, раньше за ними тоже следил, то есть, ну, это хорошее подразделение, а с них как раз очень много и выходило в ГРУ, потому что там была очень высокая подготовка. И пойти штурмовать их, не фонтан. Закидать, спалить, там, там, термобарами их там расстрелять, это да, но штурмовать это глупая идея, и я считаю, я принял правильное решение, когда, ну, группа тянул, и пехота закрепилась, и просто их там в кольце удерживал. Вот так вот. Ну, если немножко прискочим, на сегодняшний день, вы находитесь в реально активной фронтовой линии, серебриское лесничество, это не знаю, что из этого осталось, как вы говорите, там, сказка, как вы там рассказывали. Лес чудес, зашел с ногами, вышел без, да. Да. Ну, действительно, лес необычайный, и вот много пишут про него, как раз те, кто были здесь. Лес не прощает ошибок, не важно, как ты сильно подготовлен, там, не важно, какая у тебя амуниция. Ну, куча вариантов, не важно, потому что это лес, и это очень близко к дистанции. Это очень, я имею в виду дистанции с противником. Это, как бы, скупчиня, это насыщение личного состава тоже не позволяет тебе широко расставить людей, потому что есть огневые точки, которые должны быть, там, 2-3 человека, там, 5-6 людей, и это тоже опасно как раз для артиллерии, которая тоже очень много работает, у них с боеприпасами очень сильно. Хотя мы пытаемся их находим, вот, я даже пехоте рассказывал, когда она говорит, нас не прикрывают, я говорю, не поверите, вот, четко там стоят люди на позициях, сповещают, информируют, что прилеты идут, там, СПГ или миномета с такого-то азимута. Запускаем туда БПЛА, они делают видеосканирование, записывают это все, потом сидит разведка, анализируют это АС-2, указывают, ну, как они писали, и видно, я карту даже видел, что, имоверно, правильно, как имоверно, ну, возможно, а, возможно, здесь есть огневые точки противника, прилетая БПЛА, более четко сканируют, и реально, мы вот два раза видели, вот, реально БПЛА записало, что открывается калитка, стреляется миномет, и закрывается калитка, и только он отдалил назад, я вот даже это видео сохранил у себя, и показывал командирам, говорю, вот, вот отдаленная, отдаленная вот точка, есть небольшой квадрат, покажите, хоть подозревайте, что здесь есть огневая точка миномета, вот все смотрят, понимают, что оно здесь есть, что действительно это есть, начинают тыкать, куда попало, может, кто-то попадает, но визуально ее не видно, и ты когда откачиваешься назад на видео, и показываешь, вот оно вот как калитка открывается, и это говорит о том, что это совместные работы, пехоты, разведки, БПЛА, опять же, артиллерии, которая работает, опять же, и впвшки, которые уничтожают более точечно, скиды, которые точечно работают, то есть, артиллерия, ну, это классно, но на батальонном уровне, там, у тебя нет таких, там, засоби, огневых возможностей, кроме, там, 82-го, там, СПГ, или 120-го миномета, то есть, у тебя стволки нет, ты или выходишь на бригаду, или своими силами уничтожаешь, но попасть в эту дырочку, ну, там, на 4-5 километрах, бывает даже 3-х, это очень сложно, а, и впвшка залетает, ну, там, в окошечко, и делает чудеса, или там тот же сброс, после того тоже, что-то такое, термобарическое кидает, которое, там, повреждает, как личный состав, там, технику, там, прицелы, там, боеприпасы, это реально очень круто работает, то есть, в совокупности, оно работает, не так, конечно, хотелось бы, как, ну, чаще, чтобы часто это было, но это процесс, и, ну, очень сложно, потому что, градусов много врага, и всех найти очень сложно, ты понимаешь, что ты за танком не будешь охотиться, потому что тебя, силы за собой, ну, силы и возможности не позволяют этого сделать, ну, на твоем уровне, ты там отправляешь бригаду, бригада уже сканирует, там, или лалеками, там, ну, самолетиками ищет, эти огневые точки, что очень, тоже очень сложно. Городская тактика могла бы, там, лесу, скажем так, потому что, по большинству, вас, ваше подготовление было по городской тактике, сейчас вы на комбатской позиции сидите, как понимаете? Да, тут проблема очень большая, городская тактика, это когда ты находишься в окопе, то есть, это нарезание углов, там, защита, это еще да, или там, заход в блиндаж, это все возможно, но так, у тебя нет защиты, кроме как, рядом стоящих деревьев, все, то есть, ты реально и не в поле, то, что просматривается очень далеко, и, не, осколки больше могут залететь в поле, а здесь что-то тебя защищает, но это что-то только деревья, или даже не деревья, а это, как мы говорим, спичечные, там, там, стволы деревьев, которые остались, да, вот, реально просто, зубочистки остались, такие тоненькие стоят, и, вот, только от них ты что-то можешь спрятать, спрятаться, и как-то маневрировать. Как проходила, может, можете что-то сказать, в плену ситуация, попали в плен, отношения к вам, потому что все равно вы были офицеры. И офицеры, и не только офицеры, личный состав, тот же мой был, я не знаю, как бы все вместе были, или... Да, да, нас разделили сразу, это Азов и не Азов, а вот там, я не знаю, разделяли ли на Азварде и ЗСУ, не могу сказать, нас точно разделили, там, на два барака, буквально. юридически было три барака, это второй, там, нулевой, и, там, десятый, то есть, мы рядом все находились, там, в двухэтажных зданиях, и вот, один, второй барак, это как раз был второй этаж, а первый барак, это был первый этаж, но выход в него был на другую сторону, то есть, мы виделись через окно, там, даже, перелазили, привет пидорам, перелазили в окно, к ним, ну, решетку оттягивали, и все, то есть, общались с другими, которые в другом бараке, там, был телефон, неоднократно, куча телефонов, ну, как куча, много было телефонов, тоже сообщали, там, смски писали, бывали даже возможности, звонили, там, были облавы, там, поиски, или кто-то сдавал, или они сами находили это, хотя, очень сложно тоже так, без наводки это найти, как только мы приехали, мы ездили, вот, у меня был, я ехал, ехал второй партией, потому что первая партия, это была тяжело раненые, трехсотые, вторая партия, это была, ну, там, средние, легкие раненые, и потом уже пошли, там, разные подразделения, то есть, мы выходили с шестнадцатого, если не ошибаюсь, по двадцатый, или по девятнаднадцатое число, то есть, мы тоже выехали с семнадцатого, а приехали уже, ну, как, зашли, даже так можно сказать, зашли в лагерь, мы уже утром, то есть, другого числа, 18 и вот этот момент как раз не было разделение хотя люди разные там были кто это проводил я удивился там у меня был рюкзак моего побратима погибшего совы моего друга и там кума и у меня рюкзак это мой стоит с моей группы там поляк у неё рюкзак 5 11 я запомнил и мы заходим но он заходит в одну комнату я захожу другую комнату нас начинает проверять ну шмонать что у нас есть наличие и у меня на рюкзаке порезали все шлейки вот практически все порезали там поснимали все там пытались забрать там еще игрушку там нежно дочка воспрела я там сейчас посту и тогда постоянно носила сейчас нашу постоянно я там забрал ее там кита вещи чуть позабирал чтобы они повыкидывали выходит он у него остается сухпай целый рюкзак полностью вообще не порезанный чем то есть в ленточке все такой как это может быть вот вот вроде бы я понимаю что они все точно не с улицы то есть они где-то вот точно были на тюрьме это все делали то что видно что подготовленное и все равно вот разные такие моменты я такой как это происходит и другой момент был что мы только заехали нас сразу начали брать у нас анализы и там там говорят наркоманы все это нет смотрите это берите там и днк взяли там отпечатки там глаз там пальцев всего но столько набрали мы действительно были удивлены этой херни что у них есть такая аппаратура там современная да там по поводу зрачка там они фоткали там мы думали ну ладно чему готовят и они все почему-то думали что мы вот воевали так потому что мы были наркоманами и когда они такие плит что-то не получилось и меня вот действительно потешила еще тот момент когда я в беседе уже понял что это не просто там с кашни которая там следственный комитет что это там ну там или фсбшник или груш не когда он там сказал что он когда услышал зашел там представился что командир 1 разведгруппы полковой разведки он такой не повар не там не водитель не медик командир разведки я уточняю первой группы потому что и было три он такой все равно интересно и вот когда вот один из людей там маски говорит вот но я понимаю что то почему то мне кажется что это был как раз грушник он говорит вы достойный противник и вот реально мне на сердце настолько было тепло что противник оценил тебя офигенно вот реально вот ты такой блин круто вот действительно это можно думать можно осознавать но чтобы человек еще сказал не просто людям там кому-то своим друзьям а противнику это вот это действительно достойно было то есть но вот было уже этим уважение к вот но к офицеру я думаю что это был офицер у них там все офицеры я была достойно с ним общаться я так думаю потешил реально вот аж на сердце потеплело когда такое услышал от врага блин причем так как понимаю когда вас там завозили они не знаю позиции попросту тогда когда только когда допросы шли они выясняли кто есть кто да они с как раз записывали все видел вели это видео съемку фиксировали где вы находились и где мы работали ну и понятное дело мы всегда как но я вот своим людьми работая раньше там и потом уже в плену сразу же понимал что надо людям освежать память потому что кто-то опять же может сказать дружи я забыл я говорю не давайтесь подробности в общем да работали на той-то улице работали там там-то работали ну а вот в тонкости не нужно этого делать это очень опасно не только для тебя а и для других там для твоего коллектива и вот им только вот скажи а и они вот ну вот как я вижу по своим людям которые до сих находятся в плену этих озвучивают то чего мы не делали но звучит то что хотели чтобы они те услышали я такой вот самое интересное что там вот был ведьмак и расти они неоднократно работали вместе они сами это говорят что работали вместе тот говорит я убил 100 гражданских а тот не убил никого это как и гражданский ты про что говоришь я понимаю что ну я видел просто в декабре еще прошлом году декабре прошлого года помада или в конце или начале января вышли эти два видео от расти и от ведьмака и я видел какие они замученные мало того видно следы пыток то есть там как раз электротоком их очень хорошо пытали потому что ажог ну я просто тоже знаю что такое работать так бат để как электроток делает о живое ранение ну там браны делает и что одного шоу другого очень сильно была побита тела током то есть до их может там не сильно там были руками ногами то вам не видно но вот электротоком там нормально по хлебы на но поработали это слышали столько было ожогов самое интересное что денег настолько тупые и или ни настолько безразлично что не все равно вот это видео вы выложили где видно это все видно что и с ними работали в этом и в этом моменте что реально ожога в немеряно хватает мы вчера не закончили наш разговор продолжим сегодня немножко закончим там разговаривали о семье как мариуполе были у меня только сегодня вопрос один возник вы запомнили сказали что у вас была игрушка а дочери это этого не ожидал реально что вы будете с тобой имеет да она всегда со мной моя машиня сегодня мы сидели с вами за столом отойдем от этой стороны что понимаю что эмоции сидели за столом там с вашими пацанами которые ребятами скажем так вы как отец я вижу ну прежде хочу быть другом а там уже как получается я считаю что если друг командир то и ты доверяешь им и они тебя будут доверять что такое быть командиром скажем когда вы проходили весь этот я знаю от может быть скажем когда ты видишь все это не понимаешь правы хорошо плохо но весь ад вы прошли а там нет хорошо ли плохо там есть только одно спасти личный состав а это твои друзья ты говоришь твоя семья потому что ну не знаю там насколько они там ко мне прилипли но я вижу потому что происходит здесь потому что происходило в плену что происходило в мариуполе они полностью не доверяли и командир это тот человек в моем случае который должен быть уверен как своих действиях таких своих своих пацанах должен уметь все чему что нужно на войне с разведкой это более сложнее потому что здесь нужно не только оперировать различным видом оружия но и и инженерным делом топографией связью там беспилотниками тоже водить технику знать модификации там снарядов как они работают то есть я не скажу что это нужно ну глубоко ли до тонкости знать но можно сказать поверхностно это точно необходимо потому что эти знания как раз в данный момент помогают тебе выжить в той войне то есть в той борьбе в которой ты ну мы находились например тот момент в мариуполе там в частном секторе в открытых участках местности и слыша какие-то выходы артиллерии или еще чего-нибудь там самолетов ты понимаешь как тебе нужно среагировать то есть тебе нужно больше прижаться все-таки там к стене к стене или там под что-то лечь или ну там или полностью лечь то есть то есть вот это моменты тонкости они тебе дают понимание и быстро реагировать и чтобы главное чтоб личный состав твой отреагировал на те команды которые ты подаешь тот же гул техники приблизительно понимая какая-то дистанция знаю там какой там снаряд работает его может работать в городе это еще бывает сложнее потому что ну кто городской он знает что звучит это какой-то звук не можно точно определить его направление потому что искажение от здания оно чуть ли не не может тебя из обмануть чуть ли не на 180 градусов и с техника это часто так и бывает там или с тем же самолетом ты смотришь в одну сторону а он прилетает с другой стороны потому что тебя эхо обмануло в этом случае и вот командир должен быть таким чтобы умел знал и главное чтобы он все таки своим людям передавал эти знания чтобы твои подчиненные верили тебе что ты умеешь это это знаешь в данном случае но у меня ну как всегда наверно я провожу там собеседование и выбираю людей по какому-то своему внутреннюю чуйки и многие моменты я понимаю что вот есть ошибки да что ты ну ошибся в человеке но на данный момент сказать что в двух группах ошибся своих которые были вообще не было промаха реально то что сейчас с батальоном происходит около 500 человек понятно ты не можешь хорошо это что прочувствовать больше пообщаться с ними хотя они их там как бы идут волнами разными но здесь все таки промахи есть и промахи потому что это все таки ты не набираешь разведку а ты набираешь в пехоту тут уровень знания должен быть немножко меньше может быть меньше и ты просто потом добавляешь его или лепишь с него пластилин что тебе необходимо какой должен быть человек в каком подразделении вот смотрите сейчас мы говорим о подразделениях насколько важна помощь со стороны скажем с гражданских компании потому что я понимаю что государство не все дает это проблема вашей борьбе с противником и что нужно потому что они все понимают что нужно как бы думать что они некоторые что еды не хватает допустим или что-то из инвентора техники ну с едой у нас все можно сказать хорошо у нас очень хорошая волонтерская помощь и мне кажется но видя другие даже подразделения которые здесь находятся их около там десятки разных бригад которые там встречаешь здесь вот с волонтерской помощью здесь очень хорошо у нас наверно она отработана уже четырнадцатого года и волонтеры постоянно помогают и это очень разбавляет тот ту пищу которая дает государство я не знаю каким образом приходят сюда американские сухпайки или там норвежские или шведские не помню например мои друзья познакомили меня с поляками которые дают нам польские сухпайки там тысячами мы там их раздали на всю бригаду и это тоже момент такой что во первых это другой рацион и он помогает все таки не притупиться не есть одну и ту же пищу что очень хорошо как как физически таки психологически на человека давит другая помощь ну здесь сложнее не однократно не один раз слышал тот момент что зарубежные страны не хотят помогать как раз как вооружением так и приборами которые там снайперские простые прицелы теплоприцелы ночного видения еще более менее но они тем самым озвучивают что мы не хотим то что мы чем мы помогаем убивала там человека там хотя мы говорим да это человек но это враг все-таки но здесь есть такая тенденция и вот это психология конечно нас удивляет потому что здесь реальная война и с этим когда ты слышишь эти либеристические сдвиги что мы там можем дать медицину там еду даже автомобили но мы не можем предоставить там теплоприцелы прицелы карабин или винтовки еще что такое что необходимо потому что мы не хотим чтоб там наша помощь убивала кого-то вот это нас это смешит кого-то выбешивает кого-то дразнит но это удивляет точно помогать государству не сильно в этом помогает она удала оружие дала там звание должности направление куда воевать обеспечение очень слабые в плане тех же ночных ночного видения тех же беспилотников разной модификации от крыльев до там мавиков до fpv шек очень большой спектр что необходимо действительно и это необходимость она очень не то что путает она вливается в умы как раз военных которые видят что ну гражданские есть они там ну помогают или не помогают но они на фронте то не видят процесс такой что приезжает какие-то мелочи правило это всегда выходит передается очень часто не то что всегда но очень часто спецподразделениям это как там специальное назначение там рота взвод снайперские подразделения а вот с пехотой это слабее я понимаю почему потому что не так подготовленный пехотинец как подготовленный спец спецназовец там роты разведки или снайперской роты или снайперского завода меньший уровень подготовки у пехоты всегда был ну и пехота не всегда хочет готов подготавливаться к этому и наверное большая проблема то что она даже не видишь что и помогают сколько было моментов что в комплексе работают к пехотинца там с признутом спецназовца там в палашника дает большие результаты по отражению противника или нахождение его как правило у людей короткой памяти на они это не помнят они помнят плохое помнят что их обстреливают плохое помнят что их никто не прикрывает а вот хорошее что не сделали помнится это если ты их напомнишь про это что еще с помощи то наверное все что необходимо сейчас это теплая теплая одежда которые мы пытались даже закупить тоже седьмой слой для всего подразделения но это сложно покупать вещи которые или передавать вещи которые тяжелые или с тебя сдавливают но я не скажу что она там сильно психологически давит но оно тебя сдавливает потому что ты не в таком свободном перемещении может быть как ты находишься той в той же седьмом слое ли там в комплексе слоев американских или британских который тебя дает легкость движения теплоту и комфорт в перемещении или вообще находясь в статике скажем вот по статистике что я вижу все равно большинство боев ведется в днем если было ночное видение термокамеры и так далее дроны и так далее насколько эффективнее бои велись в том направлении скажем из-за вашего опыта потому что у вас опыт большой вот как но как мы раньше работали неоднократно в основе как раз и работала моя группа ночью там начиная там 16 года и заканчивают здесь в серебряном лесу и в мариуполе частности пришел момент когда я понял что свою группу нужно разделить на две дневной ночную и эффективность вышла колоссальная потому что проблема в противника было с этим но как правило как найти как сейчас есть у пехоты я точно говорю что знаю там другие подразделения пехоты что вроде есть около там четырех пяти ночников это просто на наблюдательных пунктах можно на роту рота это означает это около ста человек на ста человек получается четыре пять ночника то есть это просто пункты пункты наблюдения спосторожные пункты там так говорим и они находятся только там и просто ведут наблюдение ну вот как крайняя операция наша на нашем моей разведке нам сказали там находятся три не сказать пи три врага мы аккуратно тихо зашли начали штурмовать в результате их оказалось сначала 7 потом 10 троих отшили и это все ночная работа которая не сильно принесла результат мы забрали большую но там около 50-70 там до 100 метров позицию забрали пленных и там благополучно ушли до были сброса ну враг делал скиды с квадрика с мавика ну и за мавик не мая может а другой какой-то аппарат сделал скид и нам сделать два трехсотых но это легкие трехсотые и мы благополучно ушли то есть вот эта работа действительно там спецназначение которое я давно работал с этими знаю что действительно это эффективно мы как и мариуполе работали там 10 человек против 30 и 40 потому что только двух из них ты видишь по наблюдению там выставляет выставляя огневые точки и тебе там наблюдение сообщают что да вижу на оружие там приборы там приборы видения не знает а тепловые ночные не знаю но вижу говорят каких секторах и быстро отключают этих людей ну врага ты просто ну как куропаток отстреливаешься кто был кто не хочет сдаться это эффективно и раньше было и эффективно сейчас но здесь момент другой плотность врага как и плотность наша очень большая плотность дронов которые наблюдают за тобой плотность fpv дронов которые могут поразить там тебя твою группу но все равно это эффективность можно ну там усовершенствоваться дойти до того момента когда нелетная погода там выбрать дождь или там туман сильный и также заходить работать работали раньше и все чудесно труднее работать в дождь потому что у тебя тоже приборы ночного видения которые замыли ну там затираются не пробивают дождь нормально в тепло то есть это тоже плохо но можно работать можно работать и это действительно очень эффективно я неоднократно это говорил там бригада нам купила глушаки пбс и современные то украинского производства там с брояровские но если тебя в комплексе это все есть ты заряженный эффективность выполнения задач очень большая праздники быстро будет праздник не знаю как по-русски выразиться до как вы будете встречать скажу я знаю иметь мечта какая и как будете реальности встречать вот ну те что были праздники мы встречали там там своим штабным коллективом там ездили к подразделениям то есть приветствовали как обычно как это бывает со сладостями там может быть со шашлыками но я считаю что когда ты действительно командир как друг это настолько эффективно настолько ты чувствуешь взаимоотношения и понимание людей что и им приятно работать и тебе приятно работать попросту что вы хотели пожалеть себе мы скажем и чтоб это сбылось вы знаете я вот сидя в плену я записал себе как раз список сделал которые хочу чтоб он осуществился могу ошибаться но если не ошибаюсь он должен быть это здесь даже вот в следующей комнате в рюкзаке я себе записал три записи сделал ну точнее на трех листочках распихала это в разных местах это в носках штанах и в панаме вытащил только ну как с плена вышло только два панамку меня забрали моего комасовый а вот в штанах и в носках остались эти записи и меня таких шесть пунктов это может предыстория наверное все таки хотелось бы как бы взрослый человек до 51 год но я все таки не верил в правительство которое человек может стать на очередь и получать эту квартиру у меня в группе в двадцатом году пришел андрей электрон которого ты вот как раз видел здесь с нами сегодня сидел около футбольщик динамовский и он когда озвучил уже в плену более подробно расскажу эту тему что да я сам с познякова то есть это вот мой город мой район я стал на очередь и там не помню там восемнадцатом девятнадцатом году получил квартиру что в киеве но это нереально но это или надо иметь бабло дать его или нужно иметь родственников там связи вообще ничего вот я долго ему не мог поверить что ну для меня это я родился в киеве я понимаю как это все происходит то дарит нет я сто процентов теперь я получил его я себя первый пункт записал четко придя хочу там обязательно стану на очередь я записался двухкомнатную квартиру кухня студия там там балкон комнату какие-то комнатки маленькие такие типа гардероб еще что-то такое потом вот этот момент я себе записал понимаю что ну это не должно быть большое но не должно быть сильно маленьким ну что но семья большая но уже меня два пацана взрослых 25 27 25 уже младшему было 27 будет 11 декабря сегодня это увидел или было младший не ты младший видел это младший а это дима младший у него было 11 ноября день рождения в день андрея то есть день дмитрия а вот у меня старший родился на день андрея там 13 декабря я понимаю что не взрослый уже не буду с нами жить там осталась дочка там 16-летняя и не знаю когда ты получишь эту квартиру но хотелось бы чтобы кто-то приезжал все-таки в какой-то комнате был может быть очень сильно мечтаю о к поселении точнее я участвую в это поселение мечтаю об эко доме это соломиных блоков и сейчас есть нас в украине делает две фирмы я видел это же за этим немножко следил сека панели то есть это в панель большую забита солома очень плотно и строится дом это энергетический и экологический и там очень полезный очень эффективный там очень хорошо держит тепло там небольшой там где-то до не знаю может быть квадратов 70 там достал такое чтоб это был ветрогенератор солнечные панели там тепловой насос чтобы это ты максимально сам себя мог обеспечить они братью государства там электричество или там газ например третьим пунктом у меня был это автомобиль тойота хайлендер гибрид или тойота фара франор ну вот сейчас я действительно я смотрю все таки вот хайлендер вот реально для меня вот эта мечта наверное вот всего автопроизводства такого почему-то потом давно присматриваюсь и очень интересно это дом на колесах это я сам рыбак немного охотник а так я с семьей очень сильно люблю путешествовать по стране и одессим это очень круто мы только когда началась война вот только тогда начали нормально путешествовать и действительно изнутри видеть страну какая она есть не киев или карпаты итальян крым который раньше был ту же винницу тоже тот же чернигов сумы то есть вот такие места и в каждой каждой области куча есть мест исторические которые очень интересны потом меня было записано это параплан я заканчивал курсы и честно я давно уже не летал но у меня вот вот сейчас я вспоминаю меня опять мурашки по коже насколько это полет меня действительно это завораживает что я первый раз когда сдавал экзамены я на 40 минут застрял вне ну как застрял летал в небе и это действительно было настолько поразительно что понял что это мое и это ну это круто я хотел бы действительно продолжать это дальше там купить его там может пройти еще раз курсы но вот видя там следя даже за страницами в инстаграме это круто и последняя не знаю как это психологически важно не важно это у меня чтобы у меня был там пенсионный фонд там на 30 лет чтобы я мог себе там две три тысячи там доллара или евро позволять себе жить путешествовать там обеспечивая там свою семью и как может быть военному пенсионеру отдыхать вдоволь как только мы закончим эту войну я к вам за открытое интервью не могу сказать разговор мы больше с вами общались чем в этом видео но реально я реально шокирован от ваших отношений с ребятами вот и ужин или это реально это очень-очень затрогала даже душу скажу так я вот самая проблема в том что я не могу друг то есть это не то что знаешь ты хочешь это делать у меня по-другому не получается я понимаю что нужно быть вот тогда нужно будет быть с этой группы но с одной из другой группы быть жестким быть командиром сейчас там около там 500 людей ты понимаешь что тоже нужно быть жестким там кардинальным каким-то это получается но все это душе чуть другой то есть ты понимаешь что это все-таки должно быть больше на отношениях когда ты команды же на отношениях тебя больше люди понимают я почему так вот не знаю у меня не было например таких командиров но я себя веду так и под и думаю что это ну вот и реально это работает моем случае ну слава богу попадались нормально адекватные может не совсем адекватная но все равно людям доходит когда ты нормальным объясняешь бывает нужно включать там командирский голос когда люди попадают в ступор или в какой-то шок да нужно человека выбить его с этого то есть отвести его в сторону по-другому не знаю как вести то есть я вот какой есть такой есть только одно могу сказать богата дякую вам за все это ласка